всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучить кмс wordpress урок номер 31 пришло время поговорить об очень важной теме это оптимизация сайта именно скорость сайта скорость загрузки изначально наш сайт но никак не оптимизирован и грузится не очень хорошо и нам нужно как-то это мониторить смотреть узнавать насколько сайт быстро грузится по тем или иным критериям тема достаточно сложная для новичков будет скорее всего но по моим урокам в принципе сможете настроить по крайней мере улучшить ситуацию пускай даже если не на сто процентов первое что мы делаем мы берем адрес нашего сайта естественно ваш сайт должен находиться уже на хостинге и воспользуемся самым популярным сервисом от google page speed то есть перейдите в google наберите page speed google вот название и у вас будет такая строка куда вы вставляете свой сайт адрес сайт и нажимаете на кнопку анализировать и прямо сейчас в режиме онлайн вместе со мной посмотрим именно тот сайт который делаю что происходит с этим сайтом справа вы можете видеть девайс мобильного устройства и внешний вид как это смотрится да то есть если что-то будет как-то криво здесь это будет вылазить ну криво смотреться не будет это только после установки специальных плагинов по оптимизации если неправильно настроить то могут посыпать за какие-то ошибки проблемы и в принципе если вы впервые вообще смотрите на это вам желательно вот это все читать даже если вы не разбираетесь потому что вникая в это вы начинаете потихоньку понимать что к чему и нам этот сервис page speed он не просто показывает скорость загрузки сайта он показывает что нужно изменить ниже то есть сократить время ответа сервера ну вот например вот этот момент вы никак не сможете исправить это хостинг то здесь по идее должно быть ноль но показывает результат каждый раз по-разному именно вот этот ответ сервера иногда быстрее иногда медленней у вас этого может не быть например если какой-то другой хостинг и так далее дальше удалить код javascript sss и здесь показано конечно для вас это китайская грамота мы специальным плагином будем сжимать все для javascript и ксс и переносить например javascript и в нижнюю часть сайта дальше используйте кэш браузера также и подобного рода замечения у нас выскакивают это что касается мобильного устройства вы здесь видите две вкладки для компьютера в данном случае меня горит зеленым у каждого результат будет индивидуальный когда вы загоните вот сюда сайт для проверки это зависит от шаблона какой шаблон используйте от контента то есть если всякие всплывашки тут расположены там всплывающие окна длина сайта то есть если материалов много 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 на первой странице на главный соответственно скорее всего результат вот здесь будет уже другой но помните мы сейчас проверяем с вами сайт абсолютно не проделав никаких мероприятий по оптимизации сайта что мы будем в ближайших уроках делать именно в этом уроке сегодня мы поставим специальный плагин настроим который оптимизирует сжимает ксс я вас крипты и тем самым мы улучшим ситуацию просмотрев опять скорость загрузки через печь спит мы улучшим скорость загрузки сайта киши равним всего сайта плагином но это уже будет следующих уроках вот дальше про вкладку для компьютера здесь ситуация мы видим в моем случае лучше то есть смотрите нам нужно в идеале загнать вот здесь зеленую зону но сейчас уже несмотря на то что я ничего еще не сделал мне зеленая зона но это потому что сайт маленький да тут ничего нету по сути ничего не настроено то есть сайт бар пуст практически и на странице в несколько постов всего у вас конечно же здесь будет показан другая картина не надо фанатеть и достаточно даже вот если так вы получите 85 и для мобилки да то есть оранжевая это так себе зеленый это хорошо и бывает показано красным подсвечивается вот эта вот иконка красная вот здесь вот красным и показатель меньше идеал конечно это 100 100 из 100 зачем нужно делать оптимизацию сайта самый главный вопрос да ну во первых стоит будет долго грузиться у тех людей у кого слабый интернет человек может просто не дождаться загрузки сайта и уйти соответственно вы можете потерять потенциального клиента второе еще более важный я бы его первым поставил пунктом все поисковики все отслеживают и видят что сайт тяжелый и это будет прямиком влиять на seo то есть влияет на поведенческий фактор и влияет на seo оптимизацию сайта вас могут понизить в ранжировании сайтов среди конкурентов выдачи поисковиков только за то что вы медленно грузить поэтому это очень очень важная тема и первое чтобы я рекомендовал сделать проверить по оптимизации сайта перейти в панель вашего хостинга и проверить версию php если вы еще не меняли как правило php стоит 5 и 3 версии 7 версия php в несколько раз грузится от быстрее то есть это первое что нужно сделать это очень легко вы заходите в панель если вы используете мой хостинг у вас панель будет такая же ну и многие хостинги имеют похожую панель если вы затрудняетесь не можете найти обратитесь к вашему хостеру они вам помогут в техподдержку спросите у них как поставить максимальную версию php то есть я прокручиваю ниже его 10 видите выбор версии php я кликаю по ней у меня стоит 70 вот здесь списке можно видеть у вас возможно будет 53 или 56 это все устарело вы выбираете 570 если у вас вниз ниже версия и сделать текущий кликайте на кнопку через несколько минут сайт должен грузиться быстрее если у вас в 10 версия было ниже это первый нюанс дальше давайте поставим специальный плагин перейдем в админку перейдем плагины добавить новый плагин называется вот так вот смотрите и вписывайте в поле поиска именно так как я это прописал название плагин находим вот здесь автоптимиз нажимаем на кнопку установить и активировать после установки плагина он появляется в этой панели удалить кэш предлагают позже расскажу что это такое полезная штука пока просто вам говорю об этом здесь мы смотрим вот этот плагин переходим в его настройки изначально мы видим штатные настройки его 10 кнопка с более развернутыми настройками и давайте смотреть html оптимиз то есть сжимает сжимать ли нам html мы ставим галочку из базовые настройки мы все включаем я вас крипты сжиматели да или нет ставим галочку жимаем и ксс сжиматели ксс доставим и нажимаем сейф вот на эту кнопочку здесь конечно надо быть осторожным но вот именно базовое включение не должны привести каким-то неполадкам у нас если мы здесь переборщим то есть опять же зависит от вашей темы какую вы используете темы устроены по-разному скрипты там могут быть разные поэтому по-разному это все может быть здесь нет так сказать панацея здесь у каждого может быть индивидуально значит вот вы это сделали переходим на сайт нам нужно визуально посмотреть то есть как это может проявиться здесь нам нужно выйти зайти как пользователь просто бегло глазами пробегайтесь чтобы картинки все отображались никаких ошибок не вылазило или бывают блоки смещаются местами вот такие вот вещи происходят надо пробежаться по сайтам по страницам и посмотреть в данный момент у меня все нормально давайте вот что мы с вами сделаем мы теперь после того как мы штатные настройки включили по оптимизации мы еще раз проверим наш сайт 85 было а здесь 68 нажимаю анализировать здесь ситуация не изменилась да но и здесь тоже особо ничего не поменялось только имейте еще ввиду что мы сейчас проверяем именно главную страницу а по идее каждую страницу нужно проверить в отдельности потому что результаты разные могут быть вот скажем страница видео помещаем ее суда и анализировать 68 86 ну практически то же самое все показывают но имейте это ввиду что страницы все по-разному отображаются надо все по идее проверять далее мы кликаем вот на эту кнопочку вот здесь вот как только мы не кликаем здесь появляются более расширенные настройки если кликнем на нее еще раз расширенные настройки скрываются давайте их рассмотрим так вот эти все вещи можно конечно перевести вставить скопировать и в google транслит я ставлю здесь галочку сжимаю html дальше так давайте просто включим вот эти вот некоторые параметры вот это смотрите это исключение опять же это уже для продвинутых пользователей если нужен какие-то я вас криты не не требуется сжимать то через запятую здесь они прописываются то что мы плохо знаем не знаем мы это пропускаем не трогаем вот эта нижняя опция говорит нам о том если наши скрипты ломаются при оптимизации используйте это нажмите галочку но пока мы не знаем надо посмотреть на сайт если все будет плохо то попробуем использовать эту галочку дальше блок идет ксс сжатия ставим здесь галочку ставим вот здесь галочку и также здесь есть поле вот здесь вот ниже для исключения ксс нажмем сейф давайте обновим сайт выйдем не забудем с сайта чтобы мы увидели если есть проблемы на сайте смотрим картинки вроде есть зайдем внутрь я проблем вроде как не вижу в контакты зайдем то есть вот так вот мы действуем проверяем вот это смотрите здесь показывают файлы кэша именно у плагин у этого есть своя папка где собираются вот этот вот этот вот кэш чтобы он не был очень большим периодически нам нужно будет нажимать вот на эту кнопку чистить кэш так я нажал дельта кэш и вот здесь вот 0 показано кэш у меня очистился иногда выскакивают ошибки через некоторое время попробуйте еще раз очистить кэш переходим вот на вкладку экстра так пробуем следующие параметры включить по оптимизации ксс я вас клиптов удаление строк загрузки также вот здесь вот ставим галочку google фонс ну google фонс мы не трогаем и нажимаю здесь на кнопку сейф так давайте еще раз пройдем на сайт перейдем на главную так нажму выход так я обновил страницу вышел смотрим визуально я не замеча каких-либо проблем зайду еще подробнее здесь картиночка есть вроде все нормально вот вы тоже проверяйте свои страницы вроде все включили особо настроек здесь немного давайте еще раз проверим но у меня вообще странно вот на этом сайте абсолютно не вижу изменений результатов вообще должно хоть что-то измениться возможно у вас будет лучше напишите комментариях если у вас удалось произвести оптимизацию потому что в моем случае я не вижу никаких изменений вот как был 85 так и есть то есть нам по идее когда мы сжали я вас крипты эти вот эти вот подсказки они должны исчезать и вот еще кстати по поводу page speed самое главное самое на то что он будет ругаться это оптимизировать изображение здесь такая двойная ситуация то что я не совсем доверяем вы помните мы проводили мероприятие по оптимизации изображений все равно ругается page speed то есть я вот лично не обращаю на это внимание потому что я знаю что я оптимизировал изображение и считаю что здесь некорректно page speed тоже показывает но если вы хотите здесь заморочиться и по рекомендации page speed картинки все оптимизирует то здесь внизу предлагает уже оптимизированы все ваши картинки сам page speed то есть вот здесь вот по ссылке вы кликайте и и не только его и скачивайте картинки к себе на компьютер вот архив вы видите скачивается в это распаковываете только визуально просмотрите иногда он так картинки сожмёт что мама не гаю то есть ужасного качества если картинки действительно все нормальные опять же это для молодых сайтов если у вас там 1000 постов это нереально картинки конечно нужно изначально все готовить оптимизировать когда вы сайт только запустили в общем картинки из архива смотреть если все нормальные то придется вам на сайте все картинки удалить и заменить их загрузив туда новые уже оптимизированы именно page speed только после этого google page speed не будет ругаться на эти изображения то есть вот такая вот ситуация по поводу картины также у нас ругается page speed на кэш браузера и сжатие что еще можно сделать открывайте например файл зима открывайте ваш архив и в корневом каталоге вашего сайта . h taxes файл открываем его правой кнопкой мыши по нему клику и просмотреть правка окей самом низу вот где она заканчивается строка нажимаем enter файл файл данный я приложу к этому уроку здесь есть правило для h texas включение кэш браузер а вот весь код как он есть вы его копируете с этого документа то есть под этим видео вы скачаете этот документ ну или в интернете есть информация об этом и в самом низу в файле h texas мы это проставляем здесь вот пробел сделайте между этими строками ниже еще один пробел опять открываем этот файл и включение сжатия тоже есть вот такой код только смотрите будьте аккуратней полностью как вот он есть копируйте все иначе я не знаю что произойдет если вы только половину кода вставить возможно сайт даже не откроется вот так вот это делаем закрыть сохранить да все файл перезагрузился в корень моего сайта то есть это должно позволить использовать кэш браузера и включение сжатия вот еще раз проверим но у меня тоже ничего не покажет но это не значит что это не включено на сайте то есть google page speed может и не показать именно сжатия страницы но вот эти мероприятия их необходимо выполнить на этом я данный урок заканчу надеюсь для вас он был интересным и полезным следующем уроке мы продолжим с вами оптимизировать скорость сайта именно со следующего урока скорее всего сайт будет заметно лучше грузиться потому что все-таки кэш включение кэша на сайте это всегда всегда дает сильную производительность вашего сайта то есть даже визуально вот визуально несмотря на вот эти показатели от google page speed визуально сайт уже в принципе шустрее должен грузиться просто походите по страницам и посмотрите на этом здесь все и я вас жду в следующем видео итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedor васильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe news если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почты чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федоровасильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в п значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точку пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указана вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а